Министерство социальных дел Министерство может давать отличительные знаки Тем предприятиям, которые поддерживают семейных людей, воспитывающих детей У нас есть теперь определенная методика Которая помогает предприятелям стать семейно-дружественным И в этом смысле улучшит свою конкурентоспособность Это значит, что если пойти на этот процесс Тогда будет меняться организационная культура И работники в этом предприятии не только знают, что на их нужды обращают внимание Но и чувствуют это ежедневно В течение 15 лет уже в Эстонии оказывается признание и поддержка работодателям Которые формируют дружественную по отношению к семье и работнику трудовую среду И организационную культуру Теперь же Министерство социальных дел вместе с партнерами разработало особую эмблему Так называемый знак дружественного к семье работодателя Широкой общественности он был представлен 18 января И теперь любая организация частного, публичного или третьего сектора Может ходатайствовать о получении этого своеобразного знака качества Давайте поговорим более подробно об этом знаке качества Каким образом его можно получить? То есть подавать просто ходатайство о том, что мы очень любим семейных людей у нас в фирме И дальше что? Министерство социальных дел проверяет Так ли это на самом деле и дает знак? Или как это происходит? Это не так уж просто Потому что это не только знак Как я сказал в начале Это целая методика, как развивать культуру в организации И сперва, да, надо, чтобы было это желание у работодателя Чтобы развивать свои системы и политики Надо ходатайствовать Это сперва Но после этого, что будет твориться Это длинный процесс довольно Этот процесс длится от полтора года до трех лет И сперва оценивается ситуация со стороны экспертов Какие уже есть меры Как работодатель развивает свою персональную политику Дает эту оценку Эта оценка обсуждается Туда связаны тоже работники Не только работодатель И разные другие эксперты И тогда вырабатываются разные меры Которые будут внедриться в течение полтора-двух лет И при этом дают тоже консультацию Бесплатную этому организацию И оценивают в итоге Как успешно это все прошло И после этого Это предприятие получает этот знак Это знак качества И когда получает это предприятие этот знак Это означает, что Все люди, которые В принципе пойдут туда работать Или имеют какие-то взаимоотношения с этим предприятием Предприятия могут быть уверены Что частная или семейная жизнь И рабочая жизнь Оба учитываются И в принципе Что мы можем видеть в международной практике Что это улучшает Конкурентоспособность работодателя А также Лояльность работников К этому предприятию Хочется раскрыть тему Что конкретно должно делать предприятие Для того, чтобы заслужить этот почетный знак Какие методы? Сперва Подать заявление У нас веб-сайт ТОЭЛУ ТОЭЛУ ТОЭЕ И через это надо Дать первоначальные данные И мотивацию И потом Надо Устремиться к этому Да, вот конкретно Как можно устремиться Что нужно делать, чтобы поддержать людей В чем это выражается Это выражается в том Какая персональная политика Например Какая режима работы Учитывается ли там Возможность Например Чтобы Были возможности Определенные Для семьи Например Есть ли мероприятия Конкретные Которые можно Провести совместно с семьей Есть ли Например Дополнительные Дни отдыха Например Министерство социальных дел У нас есть возможность Для тех родителей У которых Дети пойдут в школу Первый сентябрь Взять этот день Чтобы работать дома И быть с детьми Такие вещи Может быть Маленькие вещи Но все-таки Чтобы эта система Была комплексная То есть может быть Например работодатель Доплачивать Или как-то Финансировать Занятия детей В каких-то кружках Или это уже на усмотрение И это так же Это очень индивидуальный подход В этом смысле Невозможно сказать Что Какая-то мера Которая работает В одном организации Должна тоже работать Другом Но можно сказать Того Что В общуждении Между Разными Позициями Людями Которые работают В этом организации Надо Чтобы Была договоренность Какие меры Будут В этом Предприятии И Что Ожидают Например работники Должны Действительно В последнее время Часто говорилось Еще о том И жаловались На работодателя Особенно женщины Что если у них Активный фертильный возраст То работодатель Предполагает Что они могут Забеременеть Родить ребенка Соответственно Уйти с работы И не очень хочет Их принимать на работу Это Акции Или вот эти Мероприятия Они могут решить Эту проблему Я думаю Что да В позитивном Духе В этом смысле У нас Когда мы Посмотрим На исследования На все данные На статистику Мы видим Что Женщины И мужчины В рабочем жизни Как-то по-другому Себя чувствуют Скажем так У нас Мы все-таки Думаем И сегодня В широком Что Мужины все-таки Более лояльны Чем женщины И так далее И так далее Я думаю Что это надо Менять Потому что Это для нас Вопрос развития У нас Демография такая Что Нельзя Таких Разниц И надо Чтобы Оба половина Пола Были бы Равными Спасибо огромное Я благодарю Вице-канцлера Министерства Социальных дел Райта Куза С которым Мы обсудили Те знаки Отличия Которые могут Вручаться Работодателям Поддерживающих Семейные ценности И тех сотрудников Которые воспитывают Детей Знаки отличия Могут быть Серебряными И золотыми Так что Фирмам Стоит постараться